Почему надо перебирать втулки на промах спустя год? Стандартная новоатайковская втулка на 4 промах, вот маркировочку вы видите. Смотрите, что с ней происходит спустя год грязного катания. То есть внутри в барабане вся смазка очень сильно грязная, оська вся в ржавчине. И сам барабан, смотрите какой. Вот это вот все, вся вот эта грязища на собачках везде скапливается. И, соответственно, нам нужно открутить здесь скандрящую гайку, здесь немножечко все почистить, да? Снять стопорную пружину, вот эту вот, снять собачки и весь барабан полностью протереть тряпочкой или ватной палочкой, чтобы он был чистый и сухой. И потом на самое маленькое количество смазки, видите, здесь как смазано. То есть совсем капелька смазки вот здесь в основании собачки и все. И дальше все это будет еще работать целый год до следующей переборки. То есть, грубо говоря, даже несмотря на то, что втулка на промах, все равно нужно хотя бы раз в год, вот это все открывать и всю эту грязь отсюда вынимать. А еще лучше, конечно, не кататься в грязную погоду. Но даже если в сухую погоду катать, все равно сюда пыль и грязь попадают, и все равно нужно вот это вот дело хотя бы иногда обслуживать. Потому что, видите, сколько пыли, сколько грязи, все это необходимо периодически вычищать. Иначе вот этот песок, абразив собачки испортит, и зацепов не будет, и вот эта пружинка заржавеет, сгниет и так далее. То есть какое-то минимальное обслуживание, просто протирание от грязи все равно необходимо. Операция простая, поэтому или сами делайся, если приносим в мастерскую, мы вам там буквально за полчаса все это сделаем. Продолжение следует...